Я хочу рассказать о нашей поездке к Рэбе на 770. Это был первый год, когда мы совершили Алию, и можно себе представить эти скачки сначала из Советского Союза, еще Советского Союза. Это вырос Израиль на совершенно другую землю, а потом мы едем к Рэбе. Мы хабадники, российские хабадники, которые только-только стали Алию Хадашим. Вот мы прилетаем в Нью-Йорк. Первое, что бросается в глаза, это трагическое сходство между хрущевскими районами с пятиэтажными домами в Москве на окраинах и, скажем так, шести-семиэтажными домами, но тоже муниципального построения в Нью-Йорке по шоссе, по которому мы ехали. И практически в каждом окошке торчит негр или афроамериканец, как сейчас принято говорить. В общем, какое-то таинственное сходство с Россией присутствовало. Но когда мы оказались на 770, все это дело отошло, так сказать, и исчезло. Думали мы только о том, чтобы принять Микву, потому что перед глазами Рэбе не хотелось идти без Миквы. Мы погрузились в Микву, нам помогли в этом. И поэтому мы пошли к Рэбе на Президент-стрит, поскольку тогда у него был траур год, когда скончалась его супруга. Люди по-разному описывают, как они встречались с Рэбе. Я пишу свою встречу. Мы оказались в небольшом зале на первом этаже в особняке Рэбе. И увидели, как пожилой человек, очень осторожно, очень неспеша, спускается по скрипучей и неудобной лестнице. И это был Рэбе. Нам очень трудно было понять выражение его лица, потому что мы только-только-только его увидели. Но потом хабадники сказали, что он очень доволен. Мы все хором сказали приветствие Рэбе. Я уже не помню, как это прозвучало, но очевидно, это было богословение, что мы удостоились его увидеть. И после этого была молитва. Мы приняли участие в этой молитве. И, в общем, мы все знали, что нас ждет знаменитый доллар, когда люди становятся в очередь. Я сейчас, честно говоря, не помню, как это происходило. Один раз в неделю это было, или два раза в неделю, иногда это менялось. Но, во всяком случае, мы отстояли свою очередь к Рэбе. Это было, опять же, у него дома, если я не ошибаюсь. И я думал, о чем попросить Рэбе. И у меня были некие мысли, которые, как ни странно, несмотря на мою молодость и глупость, у меня было тогда всего лишь, так сказать, с хвостиком небольшим за 40 лет, они, в общем, подтвердились. Первое правило, которое я себе зарубил, что нужно просить Рэбе не за себя, а за других. Так мне показалось просто, без всяких, так сказать, особых мыслей. Второе правило, которое я тоже выявил для себя, что Рэбе больше обращает внимание на людей, которые жертвовали своей жизнью, здоровьем, положением в обществе, всем, чем угодно, ради евреев, ради Торы, а не на евреев, которые выглядят, так сказать, в порядке, в шляпе, там, не знаю, с бородой, все таки и прочее. И то и другое подтвердилось. И, когда я пришел в мой черед просить Рэбе, я попросил у него благословение для своего соседа, у которого долго не было детей. Я прямо так сказал, я назвал его имя, я не хочу сейчас его называть, назвал его имя, и Рэбе сразу, как будто он ждал моего вопроса, он дал благословение. Он не думал ни секунды. Это меня поразило. Можно называть это чудом или не чудом, но, во всяком случае, Рэбе был готов к тому, что я спрошу, но знал заранее, что я его спрошу. Какие еще впечатления? Ну, мы оказались среди евреев, обычных евреев, они не махали крылышками. И поэтому, когда люди собирались на 770, в шаббат это было, если я не ошибаюсь, накануне субботы, то все ужасно толкали, все хотели протолкнуться к Рэбе. Вообще-то говоря, это немножко мне напоминало записки, которые пишут у Котеля. Рэбе вообще очень не советует писать эти записки, потому что они просто немножко, когда тычут их в щели между огромными гигантскими камнями, из которых сложена стена, Котель-Марави, то он залезает в зону святости, так Рэбе говорил. Вот это немножко мне тоже показалось, как бы, не того, ну, протолкаешься к Трэбе, а что дальше? Рэбе пишет и говорит о том, что тот, кто хочет действительно быть близок ко мне, он должен выполнять мой шлихут, мое посланничество и учить то, что я пишу. Топ. Но толкаться, толкались, и, в общем, мне бы хотелось тоже оттолкнуться в ответ, но я понимал, что кругом, значит, серьезные, заслуженные люди, и я, в общем, как-то, так сказать, сдерживался. Но у меня было такое чувство, что евреи вокруг меня, они, в общем, как бы, очень, так сказать, очень близко к земле стоят, несмотря на то, что они были замечательные, уважаемые, и все такое. И мне это раздражало, это мне мешало, и я чувствовал, что мне будет очень трудно приживаться в еврейскую жизнь, входить в еврейскую жизнь, верить в Исраиль. Не потому что я такой высокий и возвышенный, а просто потому что в России была такая очень хорошая организация, которая всех евреев держала в очень таком бодром тонусе, называется она КГБ. И там уж мы понимали, что если мы не будем держаться друг за другом, то мы все пропадем просто. А здесь этого не было. И здесь каждый мог, так сказать, выступать, показывать себя, как он мог и хотел. И когда еще был один доллар, то я, когда получал этот доллар Реви, я попросил у него благословение на Аббат Исраиль. Реви мне этого благословения не дал, он просто посмотрел на меня так, как вообще так, очень серьезно на меня посмотрел. И я пошел дальше. Я вам скажу, что этого серьезного взгляда мне хватило на долгие годы, хватает до сих пор, и я с ним живу. Благодаря этому взгляду многие конфликты, которые возникали у меня и у моих знакомых с другими евреями, они, в общем, у меня проходили хорошо. Это не значит, что я был ангелом, не значит, что я все понимал, был мудрый, добрый и так далее, и так далее. Но мне удавалось не съезжать в болото, не становиться, так сказать, похож сам на себя. Так что этот взгляд, этот маучиливый взгляд, мне тоже очень много дал. Ну вот, немножко я рассказал вам о встречах с Реви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова